Эндоплазматический ретикулум это одномембранный эргоноид. Своё начало он берет во внешней оболочке ядра. То есть именно из него и происходит, ну, поэтому, собственно, сильно разросшаяся ядерная оболочка. Очень складчая, образующая множество полостей. Она и сама представляет собой ложные такие стопочки. Не такие ограниченные, как у аппарата Гольджи. Они довольно-таки соединенные между собой. Но, тем не менее, это стопки, это полости. Вот у нас просвет этих полостей, внутреннее пространство цесерны, сами цесерны. Эти цесерны выполняют одну из основных функций эндоплазматического ретикулума. То есть разделение реакции, разделение клетки на компартменты, в которых происходят отдельные химические реакции, могут происходить. Итак, сам эндоплазматический ретикулум делится у нас на два, на три. На три типа. Это гладкий эндоплазматический ретикулум, это шероховатый эндоплазматический ретикулум. Еще есть промежуточный эндоплазматический ретикулум, который и не туда, и не сюда. Основная масса как раз представлена и им. То есть он как бы довольно гладкий, но и рибосомы на нем тоже встречаются. Гладкий эндоплазматический ретикулум не имеет на своей поверхности рибосом. Шероховатый имеет. При этом один тип плавно переходит в другой тип. Потому что на поверхности шероховатого эндоплазматического ретикулума происходит биосинтез белка. При этом сами белки уходят внутренние полости эндоплазматического ретикулума. По ним они транспортируются и зачастую они откладываются в стороне гладкого эндоплазматического ретикуума или промежуточного. Так реализуются основные функции. Основная функция шероховатого эндоплазматического ретикуума – это пересинтез белка на поверхности этого шероховатого эндоплазматического ретикуума. А затем уже мигрируя по полостям и цистернам, выполняются все остальные функции. Они уже связаны непосредственно с ферментативными реакциями. Все это проистекает из биосинтеза белка. Биосинтез белка на поверхности шероховатого эндоплазматического ретикуума объясняет все остальные функции. То есть и образование аппарата ГОДЖИ именно из этого эндоплазматического ретикуума. И обеспечение разных химических реакций внутри этого эндоплазматического ретикуума. Все это прямое. Вследствие шероховатости эндоплазматического ретикуума первой функции. Все остальные функции исходят из первой. Если бы не было у нас биосинтеза белка на шероховатом эндоплазматическом ретикууме, то и всего остального, всех остальных функций у ЭПРа тоже бы не было. А вот эти вот точки, как раз таки и есть наши репосомы. Продолжение следует...